Приехал к своим друзьям в Умс читать лекции. Собака огромная, вот такая вот. И это на меня. Вот. А я помню ее еще щенком. Она выросла уже, как-то забыла меня. И я смотрю в нее глаза, начал молитву. А вот этот голос вызывает вот этот вот, ну, все эти стадии. Сначала страх, потом двойственность, а ты такая-сякая, потом я тебе сейчас режу или убегу от тебя сейчас куда-нибудь. Я в себе это все переборол. Хозяева, которые меня приглашали, они там были заняты своими делами, на меня не обращали внимания, а я сосредоточился на собаке. Потому что я хотел понять, как это с животными работает. Мне хотелось понять, есть это, работает система или нет. Они же тоже люди, то есть у них сердце есть, душа, все, как бы, положено. Вот. И я начал молитву, и смотрю в глаза, кланяюсь вот так вот. Ее Карна зовут тут собака, говорю, Карночка, родная моя. Я тебя столько не видел. Кланяюсь ей, читаю молитву. И думаю о Боге в это время, думаю о Цветовом Человеке, все, настраиваюсь на молитву. И дальше интересные вещи происходят. Собака хочет гавкать, но не может. Нет вдохновения. И при этом она, у ней как бы микросхема начинает гореть, потому что она не знает, что в этом случае делать. Я же чужой, в принципе, на меня надо нападать. Вот, а нападать она не может. Она тогда спряталась за будку. Вот так спряталась за будку и гавкает из-за оттуда, из-за будки, чтобы не видеть меня. А я обхожу будку, как бы, она уходит от меня. Вот хозяева, когда увидели, они так смеялись, застали нас в таком отношении. То есть я хожу за ней в молитве, как бы, а она вокруг будки, вокруг меня. Сматывается. Побеждайте молитвы те, кто гавкает. Пускай ходят вокруг будки. Спасибо. И человек не может сам простить. Следующая тема. Как научиться прощать? А человек не может сам просить. Прощение означает избавление от боли. Пока боль в сердце, нет прощения. Прощение означает, что ты переварил событие. Время отступило. Оно отступает. Сначала насилие проходит. Муж, допустим, бросает. Вот что ты делаешь? Муж бросает, реально. Это же насилие конкретное. Ты жила с ребенком, у тебя был, у него был отец. Он пошел куда-то там. Страшная вещь совершенно, насилие. Женщина в истериках катается, не знает, что делать, к психологам ходит. Не теряйте время. Вы тратите время зря. Время действует, оно действует против вас. Неизвестно, насколько сильно это событие. Может быть, оно опомнится, а может быть, и не опомнится. Начните молиться прямо сейчас, потому что от вас зависит не только его жизнь, глупца, который рушит свою судьбу, но также жизнь вашего ребенка и вас, потому что он травмируется от этого всего. У него также проблемы начинаются. Потому что, когда тебе психическое здоровье страдает, дальше потом физическое здоровье, умственное здоровье может пострадать, особенно у детей. Все, что угодно. Нельзя терять ни секунды. Начинайте концентрироваться на голосе святого человека. Начинайте вот эту практику. Вы не сможете преодолеть эту ситуацию за одну секунду и даже за один день. Вас муж бросает, значит, ситуация достаточно серьезная. То есть, представляете, сколько в меня влазит. Спасибо. Обычно люди теряются. Первый раз попробовал, ничего не получается, бежит дальше что-то пробовать. Пожалуйста, не отступайте. Вот женщина встала и мне говорит, я на правильном пути, я ее спросил, вы на правильном пути? Она говорит, я на правильном пути. Почему? Потому что сразу же, как только начинаешь эту практику делать, сердце подсказывает. Еще ничего не произошло. Муж как мучает, так мучает. Сердце боль, ничего не произошло. Но вот здесь вот внутри чувство продолжает, тебе поможет. Вот первый раз только со звуком святого человека поклонялся, первый раз поделал, тебе здесь чувство продолжает, тебе поможет. И дальше надо просто продолжать, просто продолжать. Я советую в этих ситуациях забыть про все. Отпроситься с работы, взять больничный, там все что угодно и просто по 8 часов в день. Это не то, что я делал в таких ситуациях. 8 часов в день, продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. За день вся ситуация преодолевается. На следующий день опять то же самое. Наваливается судьба вновь. Так может продолжаться где-то 5, 6, 7, 8, 9 дней. Потом раз, на следующий день уже поменьше, поменьше, поменьше. Вот здесь ощущение. Потом, когда вот здесь совсем хорошо, тогда, если у этого человека, который бросает, нет свободы выбора, он вас продолжает любить, просто ему крышу сорвали, он возвращается сразу же. А если вы набедокурили, допустим, у него есть основания, допустим, вы сделали ему очень больно, когда в жизни плохо, тогда у него проходит боль, может пройти боль, и он успокоится, может, по отношению к вам. Но он может бояться вернуться. И тогда он делает уже выбор. Или уходить и отвечать за свой поступок. И вам Бог дает другого. Или возвращаться, несмотря ни на что. И так, и так может быть. Если человек уходит, значит, это так уже ничего не сделаешь. Но вы будете чувствовать, что вы сделали всё. Первое, что вы будете чувствовать, что это не вызовет у вас страдания. Второе, что вы будете чувствовать, что всё будет хорошо в вашей жизни. Третье, дети остаются без психоза. И так далее. То есть, представляете, как можно помочь себе в этой ситуации, когда вот так рушится жизнь. То же самое происходит, когда человек находится в этой зоне каких-то боевых действий, или рядом с ним что-то страшное происходит. То же самое. Сразу молитва. Сразу молитва. Если прямо происходит что-то на ваших глазах, смертельная опасность, надо очень громко сосредоточиться на Боге и очень громко повторять молитву в это время. Не бояться этого вообще. У меня была такая ситуация в Индии. Мы с женой жили в одном святом месте. И маленький ребёнок, ему было всего 4 года, я в одном месте нахожусь, а она в другом. А ребёнок между нами посередине играется. И на него прыгает обезьяна. Но обезьяна может когтями порвать после человека вот так вот. У неё это в секунду может получиться. Она прямо прыгает на ребёнка, на грудь вот так. Самец огромный, обезьяна. И в это время жена кричит молитву громко, очень сильно и ясно так, криком таким. И самец раз и убегает. Секунду всё это произошло. С молитвой можно просто уничтожить события сразу прямо раз и всё. Женщины знают, как кричать. Но кричать надо имя Бога. То есть надо к Богу обращаться. Не просто кричать, а обращаться к Богу в это время. И тогда отступает судьба плохая, немедленно. Таким образом, прощать невозможно научиться. Прощение приходит как возможность победы. Когда человек побеждает судьбу, тогда приходит прощение. По факту, когда человек бросает какое-то, что-то происходит, а не о нём остаётся светлая память. Если светлая память осталась, то есть все события, которые хорошие были между нами, остаётся в жизни. А всё, что плохое, об этом не стоит думать. Человек так думает. Это просто невежество так действует. Человек ошибся в жизни. То в этом случае приходит прощение. Что такое прощение? Остаётся светлая память о событиях. А всё остальное так получилось. Ничего страшного, он исправится. Понимаете, это называется прощение. Что такое прощение? Когда ты переработал события в сердце с помощью молитвы, свою проблему убрал, свою неприязнь к человеку убрал, тогда в этом случае событие заканчивает существовать плохое. Остаётся светлая память между людьми. Всё, что было хорошего, остаётся. Всё, что было плохое, уже нет. Так надо доводить любую ситуацию до этого. Если вы не доводите, это значит, что вы ленитесь в душе, вы не хотите жить честно и правильно. Если человек бросает, нет одного виновного в этом. Если человек бросил, значит, ваша вина тоже есть. Нужно, во-первых, какое-то время его ждать, а во-вторых, нужно добиться, чтобы в сердце была чистая и светлая память. При этом не обязательно пытаться с ним общаться как-то, но чистая и светлая память должна остаться. Что такое раскаивание? Раскаивание — это аскеза, которая возникает в результате Совета Старших. Пытайтесь понять такую вещь, что когда, если человек совершает неправильный поступок, неправильное событие приходит в жизнь, то человеку не за что раскаиваться, он не считает себя виновным. Веды объясняют, что первое, что приходит в сердце после совершения греховного поступка — это вера в этот поступок. Ну, допустим, человек взял, бросил жену, и первое, что приходит в его жизнь, он чувствует, что с этой женщиной жить лучше, ему эта жизнь больше нравится, он чувствует, что поступил абсолютно правильно, и никаких проблем нет. Но кто решает, правильно мы поступили или нет? Кто решает? Кто решает? Бог решает. Это его мир, а не наш. Мы здесь учебу проходим, а он здесь создает законы. Это он решает, он здесь сердце. Мы можем все что угодно решить. Бог решает, где правда, где нет. Поэтому нужно послушаться старших. Это редкий случай, когда старший говорит тебе, «Слушай, ты давай-ка это, хватит дурака-то валять, у тебя есть семья, возвращайся назад». Думаете, в это время хочется возвращаться? Думаете, в это время человек верит, что он должен возвращаться? Нет. Он не чувствует себя виновным вообще. Он знает тысячу причин, почему он ушел. И почему Бог ему дал другого человека. У него нет сомнений, что это правильное событие все происходит. Мы же страдаем в отношении друг с другом, поэтому есть причины, от чего я ушел. Когда человек начинает молиться, то в это время первое, что приходит, это то, что появляется отрезление. Ну, допустим, вы совершили какое-то событие, допустим, аборт. И думаете, да, нормально, все делают аборт. Чего, какие проблемы? Легинарич уже загибает. Чего он про аборт-то начал говорить? У меня же не было никаких шансов выносить этого ребенка. У нас не было денег и так далее. Это ситуация такая, негде жить. Есть же разные ситуации. Вот. То есть человек, есть тысяча причин, почему он сделал аборт. Вот это уже ничего не меняется в жизни-то, правильно? И человек начинает молитву. Первое, что происходит, это реальность приходит. Реальность такова, что появился на свет человек, и его убили. Человек когда появляется на свет? Когда? Женщина говорит, у меня что-то месячных нет, это же не... Вот тогда человек появляется на свет. В это время. Понятна система, да? Когда человек появляется. Не когда он уже видно, но вот еще тогда появляется на свет. Вот. И если уж так случилось, что вы лишили его жизни, то ничего страшного. Надо просто молиться. Нужно совершать молитву, и первое, что приходит, вы понимаете объем работы, вы понимаете, что вот поступок совершен вот такой, и что за это придется отвечать по-любому. И дальше ничего страшного, вы соглашаетесь со всем, вы говорите, я согласна на то, чтобы отвечать за это, за все. И продолжайте думать о святом человеке, кланяться. То есть вы перевариваете сначала свою вину. Ее переварить непросто. Нужно реально концентрироваться на звуке святого человека. Своими силами это сделать невозможно. Даже отрезветь своими силами невозможно. Все равно будет тысяча объяснений, почему я это сделаю. А потом, когда человек кланяется, 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 раз, наступает чувство, что а все нормально, все как бы вот поступок, вот страдания, которые я за него должна получить. И я сейчас молюсь, и что дальше происходит? А дальше страдания превращаются в знания. Что такое страдание? Это страх. То есть есть объем работы, есть поступок. На кухню заглядываешь, там такой бардак. Страх. Назад. Все. Это первое, что происходит. Но ты как бы молишься, молишься, потом на кухню заглядываешь, так, несколько вдохов и выдохов. И все, это твоя кухня. Это твоя жизнь, это твоя кухня. И ты просто берешь и начинаешь понемножечку от печки. То есть потихоньку начинаешь убираться, потихонечку, помаленечку. И в молитве постепенно страдания, вот эти вот объем работы превращаются в знания. Чем дальше человек молится, тем он больше понимает, зачем не надо делать аборты. И самое последнее понимание, знаете, какое? Не одна женщина рассказала, что когда она в молитве реально осознала, что не надо делать аборты, она получила знание о том, что когда ребенок появляется в утробе матери, Бог в сердце этого ребенка обеспечивает всю его жизнь. Если, допустим, у вас нет достатка, то Бог сделает так, что на ребенка хватит. Вы слышали меня? Услышали или нет? То есть Бог обеспечивает ребенку жизнь, если мы сами позволяем это сделать. Если мы как бы свою теорию не выдвигаем о том, как будет жизнь протекает. Поймите, что мы не можем сами себе даже работу найти. Некоторые люди... Сейчас отвечу. Сейчас дам возможность вам спросить. Некоторые люди даже не понимают, что если бы они по-другому думали, все было бы по-другому. То есть они не понимают, что даже на работу устроиться невозможно самому. Все равно нужна санкция Бога на это. Невозможно ни с кем познакомиться самому. Все происходит по воле высших сил. Бог соединяет нас с работодателем. У него в сердце появляется желание принять на работу. Он у тебя начинает верить. Бог в сердце дает ему веру. Бог дает веру в отношения между людьми. Люди начинают приклеиваться друг к другу, не могут друг друга бросить. Это все происходит по воле Бога. Точно так же Бог обеспечивает ребенка, который в утробе находится, всем необходимым в жизни. Как Он это делает? Он вызывает сильную любовь у родителей. Эти родители настолько сильно его любят, что ребенку даже легче выжить, чем взрослому. Часто люди свою жизнь отдают взамен на жизни ребенка. Понимаете? Ребенок остается жить, а родители погибают. Такое много раз бывает, потому что Бог дает такую силу в сердце ребенку, что родители его так любят, что они готовы за него даже жизнь свою отдать. Это по воле Бога все происходит. Поэтому не надо думать, что как бы ребенок забеременело. Вот кто сейчас забеременел, а денег нет. Поднимите руку. Что, у вас не беременеют сейчас, что ли? А, беременные стесняются, они стесняются, сглазят, сейчас не буду поднимать. Нормально, хорошо. Я понял. Ваш вопрос. Микрофорчик. Является ли то, что женщина, она поврошающая, то есть, не поврошающая, не поврошающая, просто милость на ребенка, что не поврошающая на улице. Владимир Троя, является ли это тем, что он успешен? Если не любит этот ребенок? Знаете, в основном, вот послушайте меня, в основном, честно, да? Вы честны, да? В основном, если женщина нуждается в деньгах, она не попрошайничает. Бывает, что она просит, но делает она это не так, как вы говорите. Она может где-то в уголочке встать, поплакать, в основном возле храмов. Она стоит и говорит, у меня что-то такая ситуация, совсем денежек нет. И она каждый день это не делает, а делает тогда, когда уже совсем не в моготу. Это такой случай тоже возможен. Но если человек очень активно просит деньги, с ребенком ходит, то так она работает, просто зарабатывает на жизни. Почему она так делает? Ну, потому что тоже такова ситуация в жизни. Такой человек живет в невежестве, она не знает, как жить по-другому, понимаете? И вы, если денежку ей даете, нормально, но вместе с денежкой давайте ей милость свою. Скажите ей в сердце своем, пускай она найдет себе работу, живет по-человечеству. Вот это очень важно сказать такому человеку, чтобы его сердце растаяло. У меня была такая ситуация, одна женщина всегда стояла и просила милостыни. Я в Москве жил в это время. И я ходил мимо, иногда давал, иногда не давал. Вот. Ну, я знал, что она эти деньги пропивает. И разок мне иногда дарят шоколадки, а я их не ем. Жена не ест. Я эти шоколадки даю вот таким вот людям, которые нуждаются. Вот. Она стояла, уже не просила ничего, она была пьяненькая и на всех ругалась стояла. То есть она обычно просит милостыню. Когда ее надают, она пойдет выпьет. И на тех же людей, которые просят мысли, она материт всех по дороге. Вот стоит, проходят люди, и она их материт. И в это время, когда она ругалась на всех людей, которые приходили, я подошел к ней и дал ей шоколадку. Она перестала материться. Взяла шоколадку. Шоколадка дорогая, большая, такая красивая. Как сейчас помню. Она взяла шоколадку. Вот так смотрит на нее, оценивает. Оценивает стоимость, все как бы. Знаете, следующая реакция какая? Она судорожно начала ее распечатывать прямо при мне. Потому что она верила, что там не шоколад. Что я ее обманул, и сейчас у нее не будет возможность меня обматерить. Потому что я еще не ушел. А я стоял и смотрел на нее с любовью. И когда она увидела, что там шоколад самый настоящий, в следующей стадии она все-таки клевеяла надежду, что все-таки не шоколад. Она взяла одну плиточку, положила в рот, начала жевать. И когда она почувствовала этот вкус дорогой, вот этого шоколада, тогда она, у нее что-то произошло с головой. Она реально, вот это, ну, сострадание, вот это, то, что я в это время хотел ей пожелать всего самого лучшего, она это получила в свое сердце. И у нее в сердце произошли перемены серьезные. Я не знаю, что дальше там с ней было. Но так или иначе, мы должны вот такие вещи делать. Цель ведь не просто дать ему хлеб, чтобы он заткнулся, а цель помочь человеку, который не понимает, как жить правильно, понимаете, у него он запутался в жизни просто. Он такой же, как мы человек, просто судьба так его зажала, так сильно сделала такую, такую, как бы, котлету из него, что он вот таким стал. Такой ответ на ваш вопрос. А давать вам этой женщине или нет, решайте сами. Я считаю, что давать пищу надо любому человеку, который просит. А деньги лучше только знакомым. Если ты знаешь, что вот бабушка живет, какая-то нищая у тебя по соседству, а ей нечего есть, звони ей в квартиру, давай ей деньги. Это будет точно от Бога. Потому что люди, которые голодают, обычно не просят. Они просто мучаются и все. Некоторые по мусоркам ходят, побираются. Если вы увидели, человек такой, оглядывается по странам, из мусорки пытается что-то вытащить, но стесняется, надо дать ему денег, то 100% будет правильным. А если просто ходит, ему уже все равно, то скорее всего, этот человек, который нуждается в молитве, уже не в деньгах. И просто пищи. Всегда дать ему пищу, это будет правильно тоже. Такой ответ на ваш вопрос. Как повлиять на близких и родственников и помочь им не страдать? Этот вопрос волнует многих людей. Я сначала вам сейчас скажу вообще к стадии развития Личности. Давайте начнем с самого низа. То есть, если у человека стопроцентное понимание, что он только сам может сделать свою жизнь счастливой, ему вообще на всех наплевать, он считает, что надо прилагать огромные свои усилия и карать всех, кто против меня. Это называется жизнь невежести. Когда человек живет невежеством, он деградирует. То есть, это состояние означает, что Бог очень далеко. Как выглядят те люди, которые живут невежеством? Обычно они очень грубо обращаются со всеми. Женщины часто живут невежеством и испытывают жуткую депрессию и как бы они очень инертно себя ведут в жизни. Им не хочется ни работать, ни делать ничего. Просто в депрессии они обижены на близкого человека обычно сильно и не хотят ни жить, ни делать ничего, никому-то помогать. Мужчины в невежестве часто пьют или употребляют наркотики. Некоторые люди, живя в невежестве, начинают становиться очень злыми и занимаются бандитизмом или чёрными какими-то злыми махинациями. То есть деньги незаконным путём вытаскивают людей из жизни. Ну то есть жизнь невежести всегда приводит к тому, что насилие становится всё ближе и ближе к человеку. Можно даже жить в невежестве управляя целой страной. Понимаете? Грабить, грабить, грабить всех. Потом это всё возвращается очень серьёзно и может так серьёзно возвратиться, что Бог с тобой ничего не будет делать, не будет делать с твоими близкими, чтобы ты от этого страдал. Понимаете? То есть всегда, когда человек живёт в невежестве, хоть он интеллигентный, хоть неинтеллигентный, хоть могущественный, хоть немогущественный, дальше это всё заканчивается жуткими страданиями. Потому что это вообще не способ жить. Понимаете? Человек не должен так жить. Хоть ты сильный, хоть не сильный, хоть власть в твоих руках, хоть не в твоих. Когда ты совершаешь насилие над другими людьми с целью быть счастливым и здоровым и как бы наслаждаться жизнью, это всегда оборачивается очень плохо. Но через какое-то время Бог сначала даёт возможность подумать, а потом начинается жесть уже. Таких людей не так много, которые живут в невежестве и все они деградируют со временем. Они не могут оставаться на одном плаву. Они все теряют свою жизнь, своё счастье в жизни. Как им помочь, я скажу чуть позже. Значит, следующая категория людей — это люди, которые живут в страсти. Что значит жить в страсти? Это значит, что уже к Богу ближе человек чуть-чуть стоит, у него уже есть совесть. У него уже… Вот те, кто у них есть, у них нет совести. Понимаете, они делают, что хотят. Когда человек живёт в страсти, у него уже есть совесть, но у него концепция жизни неправильно сформирована. Он считает, что счастье, самое главное в жизни, это успех. И он смотрит соответствующие фильмы, где очень красивых девушек показывают, показывают, на дорогих машинах люди ездят, они добиваются успеха с помощью своих усилий. То есть, надо быть очень сильным. Обычно показывают таких очень крепких молодых людей, очень красивых девушек. Ну, то есть, нужно показать силу. То есть, человек своей силой добивается в жизни всего. Вот. Это жизнь в страсти. Ценность самой главной такой жизни это квартира, машина, хорошее положение в обществе, хорошие деньги, хорошая работа и такой крутой вид внешний. Вот это классика жанра устремленности человека, который живет в страсти. Что делать с человеком такая жизнь? Сначала человек вдохновлен такой жизни. Потом следующая стадия. Так как жизнь в страсти подразвивает очень тяжелый труд для поддержания вот этого статуса кво, поэтому вторая стадия заключается в том, что человек начинает испытывать трудности в жизни. Ему надо очень много работать для того, чтобы поддерживать свое состояние. Вторая стадия называется напряжение. Понимаете, о чем я говорю? Потому что всегда надо напрягаться, чтобы достичь тех целей, которые ты поставил. Больше того, государство помогает напрягаться. Эта помощь, она чаще всего выражается не в той ситуации, в которой вы сейчас находите. Это особенная ситуация, такое бывает редко со страной. Это тяжелейшая ситуация уже. Но обычно государство помогает ипотекой напрягаться. Оно говорит, да что ты паришься, рай тебе прямо сейчас. И все. Все, что надо, ты в жизни получил. Так означает, тебя продали в рабство просто. Потому что у тебя нет уже возможности иметь какую-то свободу выбора. Тебе надо работать и отдавать, работать и отдавать. И человек в этом рабстве живя, он чувствует сильную скованность психическую. Ему становится очень тяжело, он просто с ума сходит, потому что он не может себе ничего позволить. Никуда не поехать, не заболеть, ничего. Ну надо работать и отдавать, работать и отдавать из-за этой дурацкой квартиры. Глаза вы уже на нее не видели, понимаете? То есть человек реально начинает понимать ценность своей жизни и отсутствие ценности того, за что он ее променял. Вот это называется жизнь страсти, понимаете? Жизнь дороже всего, дороже квартиры, машины и всего остального. Но мы не ценим, человек в страсти не считает, что жизнь дороже, он считает, что дороже машина и квартира. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И постепенно скованность приводит к надлому. Сначала человек решает свободного времени, он просто пашет, как и шар целыми днями, работает, чтобы поддерживать свои желания и интересы в жизни. Потом следующая стадия это надлом. Во время надлома человек теряет силу, у него, ну чаще это всего бывает, когда что-то происходит. Вот этот надлом, когда человек живет в страсти, раз, мы ехали, вот сюда водитель не рассказывает про свою жизнь. У него была успешная семья, то есть он, у него была своя фирма, у него была жена. И наступил такой момент, когда в 2009 году там был кризис в Чехии, он потерял сначала фирму свою, начал брать кредиты, потерял квартиру, начал жить на съемной квартире, жена не выдержала, женщине очень трудно выдержать изменение статуса человека, то есть она жила в определенном статусе жизни, и когда статус меняется, женщине очень жутко, для женщины очень тяжело. Женщине надо, чтобы всегда было так же, как сейчас. Если что-то меняется, она с ума сходит, и он как бы, представьте, человек сильный такой, у него своя фирма, она хорошо одевалась, у нее была своя квартира, бабам, прошло два месяца, ничего не осталось, она молодая, красивая девушка, у нее маленький ребенок, и она просто уходит к другому, человек теряет сначала фирму, потом квартиру, потом жену, и в этот момент он ломается психически. Вот это называется жизнь страсти. Каждый человек, кто так живет, приходит к этой стадии, потому что такая жизнь не предназначена для человеческого тела, у нас другие цели должны быть. И дальше уже духовная практика, то есть после надлома четвертая стадия, это два варианта, или деградация, или ты в невежество уходишь, или благость. То есть страсти долго не может человек задержаться, это просто кино, которое мы смотрим по телевизору и в своей жизни также. Это кино, оно означает просто непонимание, что такое жизнь. Нам можно поиграться с жизнью, пальцами покрутить и все прочее, но приходит время, и надо уже начать думать головой, потому что всю жизнь же не будет на подъеме, ты же на волне не будешь всю жизнь. Как под волну попал, дальше у человека в жизни страсти под волной не предусмотрено. Вы посмотрите в этих все фильмах про жизнь страсти показано одно и то же, что когда человек живет сильный, он под волну попадает, он все равно своими силами пострелял, покрошил всех, добился и все равно вернул свое. В этих фильмах все так показано. Но знаете, что так на практике жизни не бывает. Если человек так живет, он все теряет на самом деле, а не возвращает. Приходит время и рушится вот эта его картинка вся. Я, в принципе, не говорю сейчас о людях в достатке. Понимаете, я не говорю об этом. Я говорю о цели жизни. Бывают люди в большем достатке, в меньшем достатке. Это все связано с благочестием человека. Но я говорю сейчас об устремленности, о ценностях человека, о том, к чему его тянет, к чему он в жизни хочет. Итак, когда человек разочаровался в жизни страсти, он хочет чего-то большего. И тогда человек начинает жить в благости. Что такое жизнь в благости? Жизнь в благости означает, что ценность самая главная в жизни человека это самосовершенствование. Он хочет разобраться во всем. Он хочет понять, как лучше строить отношения, как любить, как прощать, как заботиться, как побеждать судьбу. Рано или поздно такой человек, который живет в благости, он меняет полностью всю свою жизнь, меняет режим дня, меняет питание, меняет отношение к привычкам. меняет отношение к людям. Это все последовательно идет вот так одно за другим. В конце концов он доходит до молитвы, он доходит до того, что есть звук святого человека, что звук контролирует разум, что разум основная функция, которая контролирует все. Что если человек находится в состоянии концентрации и веры, то такой человек может победить все, что угодно в своей жизни и в своей судьбе. Это называется жизнь в благости. То, для чего рожден человек. И вот когда человек вошел в состояние благости и начал жить нормальной жизнью, как мне люди говорят, Олег Геннадьевич, вот сейчас лекция закончится, будут подходить и говорят, Олег Геннадьевич, я послушал ваши лекции, у меня жизнь пошла. Начал жить. я точно так же начал жить, когда послушал лекции своего наставника. Точно так же. Жизнь начинается только тогда, когда человек трезвеет от этого всего и начинает отношения с Богом строить, с чистотой людской, прощать, просить прощения, работать над собой. Жизнь только начинается в это время. Хоть тебе 50, хоть 60, хоть 70. Потом она продолжится дальше. Есть такой великий мудрец, Ченакий пандит, он говорит, давайте разберемся, во что вкладывать. То есть он был царским советником, где-то жил лет 300 назад. И он, были вельможи вокруг него, и он рассказывал, давайте разберемся, во что вкладывать. Ведь важно, когда есть средства, надо во что-то вкладывать. Он говорит, давайте разберемся, во что вкладывать. Допустим, вкладывайте в дом, вкладывайте в жену, вкладывайте в одежду, Вкладывайте в деньги. Вы голенькими родились, голенькими уйдете из этой жизни. В следующей жизни вот все, во что вы вложили, вы с собой уже иметь не будете. Все. Вы это потеряли. А сколько этой жизни? Вот сколько этой жизни? Вы думаете, еще много. Ну сколько много? Ну 20-30 лет. Это что? Это ерунда. Вот мне уже 50 стукнуло, как бы не заметил, как пролетело. Вообще вот честно, раз и все. Так ведь или нет? Да. Да. Ну и что там осталось? В лучшем случае еще 20. Ну так кажется. Вообще неизвестно. Чем дальше, тем меньше шансов. Время сгущается со временем. Итак, надо понять, что если человек вкладывает в отношение с Богом, он вкладывает в вечность. Ченаки Пандит говорит, вкладывайте в свой характер. Когда вы расстанетесь с грубым телом, тонкое тело, психическое тело никуда не девается, оно остается с вами. И вы потом с ним же дальше живете. И этот характер остается с вами. И сквозь годы, и сквозь расстояние на любой дороге, в стороне любой песня остается с человеком. Песня не расстанется с тобой. Ну то есть Бог не остается с человеком всегда. Он не расстанется с тобой. Характер остается с человеком. Его поступки добрые остаются с человеком. Все, что вы сделали хорошего, остается с вами. Когда человек рождается в следующей жизни, все это превращается в благочестие. Что такое благочестие? У человека хорошая семья может быть, хорошее образование. У него может быть сильная интуиция, может быть сильная речь, может быть сильная воля, сильная память. У него может быть способность понимать, где зарабатывать деньги и как. Это все называется благочестием. Это с прошлых жизней значит, что дело добрые дела. Не злые дела, а добрые дела. Но часто люди благочестием пользуются так же, как мы пользуемся молитвой. Все хорошо стало, Олег Геннадьевич, молиться не хочется. Так и человек рождается в следующей жизни. У него благочестия много. И он думает, да чего напрягаться, будем веселиться, гулять в эту жизнь. Пока не стукнуло по башке. И так происходит круговорот воды в природе. Как поет Алла Пугачева на эту тему. Манит, манит, манит карусель. Путешествие под замкнутым округом. Сначала копим благочестие, потом гордимся собой, наслаждаемся жизнью, деградируем. Потом копим благочестие, гордимся собой, наслаждаемся жизнью, деградируем. Это называется путешествие по замкнутому округу. Мед объясняет, что это такое. Чтобы этого не было, надо, понимаете, вот из этого всего вырваться, чтобы надо установить другие отношения в жизни. Нужно относиться не к своей жизни. И просто часто люди живут, они делают добрые дела. А зачем? Они понимают, что делаешь добрые дела, будешь счастлив. Копишь благочестие, потом наглеешь. И так вот по замкнутому округу. Чтобы этот замкнутый округ разорвать, человек должен с Богом устанавливать отношения. Когда с Богом устанавливаются отношения, замкнутый округ разрывается. Человек идет только вверх. Мед объясняет, что в раю, вверху, есть две зоны. Одна зона для тех людей, кто просто честно и живет хорошо. Тот тоже молится, тоже молится, все нормально. Без молитвы вверх не попадешь. Они живут правильно, все делают как надо. Но есть одна проблема. Во время молитвы они думают только о себе. Они просят Бога, чтобы все нормально было. Чтобы деньги были, дети были, квартира была, все. Но они как бы обращаются не к своим силам за это, а просят Бога за это. Как вы думаете, Бог дает в этом случае? Конечно, дает. Но в следующей жизни ты попадаешь на райские планеты, где душа не хочет трудиться. Так как она не стремилась к труду, она стремилась к счастью в отношении к Богу. Она попадает на высшие планеты, ей трудиться не надо. Она там балдеет. Ламбаба там. Балдеет. Душа наслаждается. Там курорт покруче, чем Карла Увары. Очень круто все. Она там наслаждается. Много-много сотен лет ведоописывает. И потом, когда благочестие кончается, опять назад. На Землю. Ну, на средний планет. То есть на эту зону, где надо опять мучиться. Ну, часто душа с высших планет попадает не в Россию. В Россию попадает с низших планет. Душа с высших планет попадает куда? В Европу она попадает. Она рождается в красивом, симпатичном теле. А работать она отвыкла уже там. Она не работала там тысячи лет. Она работать отвыкла, как бы благочестие много, характер хороший, красивая внешность. Работать не хочется. А хочется что делать? Балдеет. И поэтому эта душа начинает колоть наркотики. Потому что хочется испытать то же счастье, что и там. И потом, кстати, она вот так живет. Ну, веды говорят, что для таких людей, которые побывали вот в том раю, нужно специальное образование, чтобы опять туда попасть. Но в наше время этого образования нет. Понимаете? И поэтому люди дальше идут в ад уже после этого. То есть они накололись наркотиков, накайфовались на земле и дальше пошел ниже. Вот. Таким образом, есть еще другой путь на высшие планеты. Это когда человек не просто правильно живет, а делает это для Бога. Он со святостью пытается отношения строить. Тогда он попадает в другом направлении, на райские планеты, где он дальше строит отношения к Богу, и аскезы совершает, развивает себя как Личность дальше. И потом уходит в духовный мир, где уже нет материального тела, нет страданий, нет корысти. Вот такой расклад.